всем привет лёха на связи сегодня будет небольшой эфир такой ну не фирчик а видео где я вот саду который подрезал весной уже некоторый сезон это находится в липской области сегодня с 19 августа просто хочу показать что здесь у нас происходит вот он садик сзади меня находится в общем кому интересно смотрите сейчас будем делать анализ того что у нас выросло в общем погнали смотреть итак стоит несу светлая шара все сохнет вот деревья тоже немножко пожухли то есть вроде полив есть но как бы он у нас немножко здесь не совсем присутствует вот это вот так вот видно все со стороны вот все их в вертинообразные кроны формирует то есть у меня здесь это верхней части 3-ти вот они рога так называемые растут то есть мы это будем все обрезать то что верхней части не должно быть основной урожай нас должен сосредоточиться вот здесь то есть возможно сделаем перри вершинку то есть вот эту часть уберем вот так вот и переведем ее на вот это вот боковую веточку. И так вот пройдем везде. Здесь вот у меня, кстати, хорошо отработали щучьи носы, которые я в этом году делал. Вот они, видите, выросла веточка, то есть была толстая, выросла тоненькая. И вот это мощный центральный проводник усиливается. Вот это вот, может быть, в следующем году заменим, ну, посмотрим. Вот так вот работает щучьи нос. Здесь вот тоже был вырезка уже на такой скелетной ветке. Видите, вырезана крупная ветка. Вот сейчас я подбавлю. И вот она тоненькая пошла. То есть это тоже как вариант можно использовать на таких веточках, ну, на таких стволах. Вот. Ну, вот разные сорта здесь. Слабороса по двой. Ой, 62-36, наверное, скорее всего. Вот. И вот так вот они у меня выглядят. Здесь вот в этом сезоне плодов нет по белым морозам. Вот. Но идет хороший заклад плодовой древесины. Вот. Растет однолетние побеги. Идет закладка на двулетней древесине. Вот. То есть, в общем, все более-менее прикольно. Здесь вот я исправлял тоже кроны. Вырезал крупные ветки, выделял одного проводника. И вот как бы у нас получается вот эта зона, зона плодов. Да. А вот это все временные веточки. Вот. Ну, в общем, сейчас мы посмотрим дальше. Еще что-то интересненькое я вам покажу. То есть они все однотипные. То есть имеют... Вот единственное, сейчас усиливается вот эта вершина. Ее, конечно, надо ослаблять, чтобы вот эта зона внизу у нас росла. Да. То есть такая веретенообразная крона. Так. Нашел я здесь вот югославский сучок. Вот он он тоже, да. Была вот толстая ветка. Я ее вырезаю, но не на косой срез, а на такой вот пенек. Это называется югославский пенек. То есть выросла мощная ветка. Она будет загружаться в плодовую древесину, от плодоносит. И мы можем потом опять обрезать на югославский пенек, чтобы... Ну, как бы здесь вот подогнивания не будет, когда вот на щучий нос подрезаешь. Так. Ну, а здесь вот у нас был типа югославского пенька, но такой вот длинный. И вот почка, вот ветка отросла от спящей почки, от основания. Вот. Вот здесь вот тоже был щучий нос. Вот, видите, вот одна пошла отсюда, и одна отсюда. Вот эту нужно было летом выломать с пяточкой, чтобы здесь не росло ничего. То есть вот таким вот образом. То есть мы как бы сильную ветку превратили в более слабую. В следующем году она у нас покажется камчатскими, вот такими вот там образованиями. Вот. И будут у нас она вся плодоносить. То есть вот для чего используется щучий нос югославский пенек. Да. Еще несколько слов о том, что все-таки лидерная система, она более-менее похожа, крепкая. Да. Вот они хорошие скелетные ветки. Вот ветка продолжения. Да. Это вот когда концевая веточка, и вот ветка продолжения идет. Вот. А здесь у нас вот идет как бы плодоношение. Ну, в этом году плодов ворозы побили. Но здесь вот я рассказывал, вам тоже показывал, сделал клик. Клик. Вот. То есть подрезка однолетней подревесины. То есть она у нас была такая длинная. Я ее вот сюда вернул. И вот она опять такая длинная выросла. Вот. Клик здесь вот тоже сделан. Вот. Здесь вот тоже сделан клик. Вот. То есть как бы ветка у нас получается, ну, не так сильно отрастает. Ну, а здесь как бы на многолетней части она делается. Немножко здесь было оголение. Не знаю, почему умерли плодовые почки. Плоды будут здесь. Ну, в общем, можно сделать на пенечек, отбить отсюда веточку и заново вырастить плодовую древесину. Так вот выглядит клик, как бы, да, на деревьях, когда они уже подросли. Так, еще один побег. Вот он, вырезка крупной ветки, толстой, которая была конкурентом. И вот, ну, видите, выросла мелкая веточка. Тут ее тля ела, поэтому немножко искривилась. Но она будет в следующем году загружаться плодовой древесиной. И, в общем-то, мы отсюда поимеем тоже какое-то количество плодов. То есть не будет идти вот этого оголения, а здесь будет идти загрузка плодовой древесины. И плоды будут максимально близко к несущей ветке. И не так сильно будет изгинаться они под тяжестью урожая. Так, ну, на этом, наверное, все. Обзор такой небольшой сделан. Да, то есть это работа. Может, в этом году еще будем по осени, так можно весной обрезать. Вот. И как бы это вот такой садик на слаборослых подвоях. Сейчас еще покажу клоновый подвой. Это вот сам, кстати, клоновый подвой здесь растет. Вот. Но, в общем, такие вот. То есть я пытаюсь, вот если вы видите, хорошо выделять вот этот скелет. Везде он у меня присутствует. То есть я исправлял, а не крикозябры. Но вот этот скелет, он всегда у нас присутствует. Потому что это лидерная система. Вот это похоже на веретено. Да, вот эта палка и вот этот вот как бы стол, там его называют, ну, вот из скелетной ветки. Вот. А разреженные ярусные, они немножко другие. Да, то есть у них здесь вот ветки там первого яруса, второго яруса, третьего яруса. Вот. Но они похожи. То есть вот это вот что-то похожее на разреженно-ярусную, это вот похоже на веретенообразную крону. То есть вот чтобы вы тоже у вас в голове это все оседало. Но принцип как и на веретенообразной зону плодоношения здесь, так и на разреженно-ярусную, как бы зону плодоношения здесь. Ну и немножко вот она вот так вот бегает. Но все равно в верхней части крупных, вот обратите внимание, ветвей нет. Все крупные толстые ветки только в нижней части. Так, ну в общем, на этом, наверное, и все. Как бы такой небольшой обзор на 19 августа. Садик, который я обрезаюсь тематически, я завершаю. Надеюсь, было интересно и познавательно. Всем удачи, пока-пока.